Мы народ противник. Мы здесь рассказываем при струдах, я редко стал петь. Хорошо, значит, где-то в конце прошлого века, в моем родном Питере еще, должно были на ряду фильме строить кинофильм в связи с юбилеем трехсотедения со дня рождения Петра Великого. У меня были сказки песни к этому фильму, это было еще в советские времена, как вы понимаете. Меня позвал режиссер и говорит, значит, так, первые титры фильма идут на фоне мачта, «Усть и Невы», начало 18 века, 1603 год, «Народ строит флот», заказан на стоп топора, ты должен написать мне песню строителя русского флота. То есть, как ты понимаешь, русскую народную песню, начало 18 века. Ну, это, вроде как вся недурак, может почему-то разрешить песню народную написать. Но мне надо, чтобы в этой песне была информация, которая у меня по фильму пойдет, мне надо, что-то запиши, что надо включить в эту песню. Первое. Надо отразить технологию строительства парадского флота. В песне. Замечательно. Второе. Он так на меня критически глянул и сказал, «Как ты помнишь, в строле флот православные мужики, они сомнительно посрумали вон тебя». И вот тоже про христианскую религию, про православие, надо что-то мягко, но положительно отразить. Это было те времена, когда еще все было под запретом. А потом по секторе обкома, бывшей, понавесили на перстных крестах, она еще была немодима. Третье. Как ты помнишь, стрелы крепостные, гибли там и все, там, тысячами, значит, тяжкий гнет крепостничества. Должно найти отражение во всей своей неприглядности в песне. Четвертое и самое главное. Я твои песни подслушал, я так думаю, что ты не справишься. У тебя песня унылая, интеллигентская, вот это все не годится. Песня унылая, тихая, озорная, хулиганская, что-то сразу стало ясно, что написали настоящие живые мужики в 18-й веке, а не тухлые интеллигент 20-й. Да, ой, говорит, да, но все озорство и хулиганство на полном серьезе должны просматриваться. Национальное самосознание и гордость народа, как привыкуют в морские просторы, понял? Да, пойди, пойди, уходи, чуть не забыл. Война со Швецией была, не забудь отразить. Я ушел в полном погасе, потому что, что ты понимаешь, что никакие мегабайты не хватит, чтобы все это, значит, отразить. А песня должна быть короткой. Как быть, не знаю. Короче, я хотел там, что-то, не пил, не пил, что-то сделал. Пока я это все делал, выяснилось, что фильм уже запретили. Доложили Брежневу, он сказал, «Постели меня в неловкое положение». Не предупредили, что Федор Агайцу садил. Но раз садил, что терран, ня-ня-ня, никаких фильмов. Все закрыли. Осталась эта твоя песня, как беспризорная народная песня начала 18-го века. И долго, да, так, никому она не нужна. И вдруг, значит, 96-й год, 303-го флота, юбилейный торжество в Москве и в Питере. Именно зовут Питер. И, значит, в огромном зале, Октябрьский концертный зал Новиковки, идет заключительное торжественное заседание. 4 тысячи человек, все будет ком набито. Первый выступал тогдашний министр Чернобыльский, по-моему, был. Второй был главком Грома, был адмиралов, сейчас помню. Третий был, и я говорю, или еще Собчак, может, не помню. Нет, все-таки я говорю, губернатор наш питерский. А четвертым выпихивают меня. Выяснилось, что за 300 лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвящен строительство русского флота. А дальше было следующее. Мы с моим аккомпаниатором при абсолютно отключенных микрофонах стоим и четвертым изображаем. А, значит, в динамике усиленной электронной мощности гремит запись этой песни, которую уже записали. Вот, народные инструменты, трубы настоящие, оркестр, пушки стреляют настоящие. От давящего эффекта за нашими спинами на огромном белом заднике сцены, как на экране, шли в это время с выключенным звуком кадры из старого кинофильма «Пётр Первый», где русский грудный абордаш «Шведский фрегат». В общем, эффект был чудовищный. В зале все на ушах стояли, да? Но я... У нас тут этого нет, ни фрегатов, ни пушек, ничего. Вот единственное, что можете проследить, как я выполнял все задания по основному мне сыром режиссёром. Итак, Устиневы, начало 18 века, за кадром стук топора, народ строит флот. Мы народ артильный дружим с топором, в рощи корабельной злосли подберём. Эх, православный глянка смеет этот народ, погляди, как варька полною плывёт. Православный глянка смеет этот народ, погляди, как варька полною плывёт. Осенец за рёным знаменем Христа Высвалю сволою крепкие борта. Эх, православный глянка смеет этот народ, погляди, как варька полною плывёт. Православный глянка смеет этот народ, погляди, как варька полною плывёт. Девку с голой грудью я изображу, а медную орудью дух заряжу. Эх, ты, мортира, глянка, надпученный вод, расскажи, как варька полною плывёт. Ты, мортира, глянка, надпученный вод, расскажи, как варька полною плывёт. Держиваясь над нами паская лоза, пили нас кнутами, прорезжи лица. Эх, ты, мортира, глянка, от своих ворот, как лом твой валька полною плывёт. Ты, мортира, глянка, разивая рот, как лом твой валька полною плывёт. Море наша сила, а море наша жизнь, веселись в Россию, Швеция, держись. Мимо сеттый глянка с берега народ, Мимо русский валька полною плывёт. Мимо сеттый глянка с берега народ, Мимо русский валька полною плывёт. Всё!